всем привет вы на канале собер vision в этом выпуске мы будем делать новое оформление в террариуме у пушистика пушистик это паук брехипельма вагонс ну что поехали пушистик это один из сторожил нашего канала ему уже более трех лет и за это время он значительно вырос какой он длинкий сказать уже сложно я давно сбился со счета сначала он жил в маленьком контейнере а затем мы собрали для него террариум это экзотера на на размером 20 на 20 на 20 сантиметров и тогда мы задекорировали его пластиковым растением и пещерой в виде яиц дракона в качестве субстрата был кокосовый субстрат прошло уже более трех лет террариум стал выглядеть не очень привлекательно пора его переделать несмотря на то что это норный паук который любит копать и жить в норах я решил использовать для декорации живые растения и сделать этот террариум наподобие природного формикария используя за основу глина смесь все необходимое для создания живого террариума я приобрел в магазине florarium plans первым делом мы пересадили паука во временную баночку дырочки сделать я не забыл в ней он пробудет некоторое время пока будем делать ему новое красивое жилище далее я приклеил акриловое стекло сзади террариума чтобы в качестве светильника можно было использовать 6 ватный акваэлевский свет затем мы достали из террариума все декорации и почистили его я не буду супер подробно показывать рассказывать вам весь процесс создания нового дома для паука так как по крупицам все разобрано видео о природном формикарии в подсказках найдете ссылку на это видео в этом террариуме мы приклеили силиконом пластиковую сетку на заднее стекло и пару часов дали ему высохнуть затем на сетку была прикреплена глина смесь в качестве дренажа я использовал камушки далее все стандартно в процессе создания ландшафта я решил сделать пауку небольшую норку для этого было выбрано пробковое дерево посмотрим одобрит он такой дом или нет мы решили использовать различные кривые ветки для создания эффекта корней их мы воткнули в глину сверху от норы в качестве растений были использованы папоротник нефролепис почвопокровные липтинелла и пилея как они себя поведут пока непонятно мы специально не засаживали весь грунт растениями а посадили их частично в разных местах вот что у нас получилось самое время вернуть паука обратно в свой обновленный дом он некоторое время стоял в оцепенении и не понимал куда он попал с утра мы обнаружили что часть растений и коряк была покрыта паутины смогут ли они выжить в таких условиях пока не понятно будем наблюдать за тем как они будут сражаться с паутиной и деятельностью паука на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока